Проверка территории началась на улице Чапаевской, сразу со дворов. Около дома 139 большие лужи. Вода во дворе постоянно, жалуются местные жители. Несколько лет назад прорвало трубу. Заменили ее оперативно, а вот асфальтовое покрытие так и не восстановили. Раскопали уже два года назад, наверное, эту штуку. Ничего не сделали. Новые трубы повредили, старые дворы повредили, вот так вот закопали, оставили. Глава района Александр Маргун дал поручение исправить ситуацию и восстановить покрытие. Сейчас уже оперативному команду дал, чтобы включили график, ну, соответственно, контроль. В следующем дворе ситуация лучше. Еще не так давно здесь стояло ветхое сгоревшее здание. Теперь детская площадка. Территорию благоустраивают в рамках программы «Двор, в котором мы живем». На данный момент готовность этого двора составляет порядка 80%. То есть малые архитектурные формы поставлены. Значит, осталось выложить здесь мягкое покрытие для того, чтобы дети во время игры не получали травмы. Проверили центральные улицы на Ленинградской без замечаний. Свернули во дворы на Фрунзе. Здесь глава района совершает обход каждый день. Знает не только местных жителей, но и братьев наших меньших. У гаражей во дворе обнаружили мусор. Глава района сразу же дал поручение до обеда все убрать. Проверили и как идут ремонтные работы на улице Фрунзе. Подрядная организация начала здесь замену кабеля. Грунт раскопали, но территорию не прибрали. Накануне глава района сделал замечание, чтобы и во время работ тротуар поддерживали в порядке. На момент проверки территория была уже убрана. После распоряжения Дмитрия Игоревича Азарова добавилась работа в том плане, что если раньше был объезд просто территории района, объезд, обход у меня по графику центральной улицы, поэтому их объезжать смысла нет, то сейчас еще дополнительно к этому добавились дворы. Вечером глава района снова совершит обход по этому маршруту. проверит, все ли нарушения устранены. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События.